Привет, друзья! Я как техноблогер, имеющий опыт покупок в зарубежных интернет-магазинах, подумал, почему бы не поделиться с вами своим опытом. Ведь вспоминая себя в начале, я понимаю, что все неизведанное вызывает страх и опасение. А что будет, если не дойдет посылка, украдут или не отправят? А деньги-то как вернуть? В общем, заказывая десятки смартфонов, уже имеется некоторый опыт и знание, как себя защитить. Забегая наперед, скажу, вашим деньгам ничего не угрожает, если все делать правильно. Неоднократно покупал смартфоны в таких магазинах, как AliExpress, Banggood, JD, Gearbest, Light in the Box и так далее. Как показывает практика, AliExpress самый популярный сейчас, потом Gearbest, потом все остальное. Все, конечно, зависит от того, насколько конкурентны цены на тот или иной гаджет, и от того, насколько раскручен магазин. Ну и защита покупки, конечно, это очень важно. Во всех вышеперечисленных магазинах можно покупать. Посылки отправляют, они доходят. В AliExpress собственная система защиты. Покупая в других магазинах, нужно пользоваться системой PayPal. PayPal это сервис, который выступает посредником между вами и магазином. Вы купили товар, но деньги продавцу сразу не поступают. Перевод денег осуществляется лишь тогда, когда вы получите товар. Это видно по трек-номеру, который вам выдают. Если с товаром все окей, тогда продавец получает оплату. Если товар пропал, тогда открывайте спор и вам возмещают ваши деньги. Подробно о PayPal не будем, а то видео затянется надолго. Но первое, что вам нужно сделать, покупая на разных площадках, создайте свой аккаунт в нем. Если вы не собираетесь брать нигде, кроме как на AliExpress, то можно обойтись и так. Ссылки на эти магазины будут в описании. Имеется ввиду те, с которых лично я заказывал товары и они приходили. Итак, вот вы решили купить смартфон или еще что-то. Заходите в магазин в вашем городе и смотрите цены. Потом смотрите цены в китайских интернет-магазинах и понимаете, что купив в Китае, можно сэкономить треть стоимости. И решаете купить там. Возьмем в пример AliExpress. Тут все просто. Регистрируйтесь или просто заходите через аккаунт ВКонтакте, Фейсбук или Гугл. Так быстрее и сразу можно покупать. Тут все интуитивно понятно. Ну и адрес доставки купив, укажете вот таким образом. И номер телефона. Это уже для наших почтовиков. Вот вы пересмотрели товар, вас устроила цена и собрались покупать. По умолчанию тут стоит гарантия. Ее можно убирать, а то будет дороже. А толку от нее немного. Вы купили товар, заплатив с карты, как я, например. Ваш платеж проверяется и когда его отправят, тут же вам выдается трек-номер и защита покупки. В основном это 60 дней. Если это AliExpress. И 180 дней сейчас дает PayPal. Это значит, что если вам не пришел товар в срок 55 дней, вам нужно будет открыть спор, чтобы деньги вернули. Китайцы увидят по трек-номеру, что действительно посылка не дошла и деньги вам вернут. Тут все просто. За 5 дней до окончания срока защиты нужно открывать спор в AliExpress. И на 40-й, 45-й день можно открывать спор, если вы покупали через PayPal. Итак, вы купили товар и статус посылки поменялся на статус отправлено. Если это не копеечная мелочевка, значит вам выдадут трек-номер, при помощи которого вы сможете узнать, что с вашей посылкой. Удобно отслеживать на трек 24ру, 17 трек, а также можно отслеживать прямо на телефоне, установив приложение трек-чекер. В принципе, я пользуюсь и тем, и тем, так что выбирать вам. Хорошо, вот вам пришла посылка и вы с энтузиазмом спешите ее забрать. Но тут тоже нужно перестраховать себя. Бывает, что хитрожопые воры на таможне подменяют посылку и ложат кирпич, халву там и все такое, все что можно в общем. Например, как здесь. При сна этих фото, например, вместо телефона халву подложили, чтобы скрыть разницу в весе. При отслеживании посылки обращайте внимание на ее вес в момент пересечения границы, если он изначально указан в базе. Если он изменился, это повод быть начеку. При выдаче обязательно попросите взвесить посылку. И главное, при нарушении целостности упаковки или изменения веса, ни в коем случае не подписывайте извещение или другие документы о выдаче. Иначе все, что в коробке, уже ваше. Даже если там кирпич. О, китайцы нам прислали кирпич. Если вы увидели расхраждение в весе или повреждение упаковки, скотч там, повреждение бумажной этикетки с адресом, требуйте начальника отделения или его заместителя и пусть вскрывают посылку при вас. При этом введите в видеосъемку посылки. Не работника почты, а посылки, иначе они будут немножко нервничать. Давайте, вскроем, вес не совпадает. Выйдите, пожалуйста. Я не буду выходить. Выйдите отсюда. Не буду выходить. Аргументируйте это тем, что в случае утраты вам нужно доказательства для продавца. Если вам посылку доставляет курьер, то сначала внимательно осмотрите ее на предмет вскрытия. В основном продавцы отправляют вот в таких или подобных упаковках. Чаще всего с воздушным матрасом. На ней не должно быть подозрительной изоленты, постороннего скотча, порезов. Посылка должна быть неповрежденной. Также должна быть целая этикетка с адресом. Вы должны быть уверены в том, что она в таком виде, в каком ее отправили. Если посылка обмотана скотчем почты вашей страны с уведомлением о том, что был осуществлен таможенный контроль, значит ее вскрывали. Тоже открывайте, только в отделении в присутствии начальника или замначальника. Даже если все нормально, снимайте распаковку на видео. Можно, чтобы было надежнее даже в отделении почты. Если, к примеру, изначально продавец отправил что-то не то или есть брак, у вас будет видеодоказательство, что таким товар был из коробки. И это главный аргумент в споре. Иначе как вы докажете, что продавец прислал что-то не то? Может вы мошенник и хотите сбить деньги с честного продавца. Так что видеофиксация обязательно. И при этом покажите всю посылку, чтобы было видно, что она целая и не вскрывалась. К примеру, это смартфон. Покрутили упаковку, достали, включили, проверили экран, камеру, звук, вибро, ну и еще что хотите. И только тогда подтверждайте получение. Магазины тоже отслеживают посылку и видят, что вы уже получили или не получили еще. Приложение Алиэкспресс даже присылает уведомления о изменении статуса посылки. Это удобно. Далее, используем кэшбэк при покупке. Рекламы много, а понятно, для новичка мало. В общем, чем дороже покупка, и если вы просто много покупаете, тем больше смысла в нем. Ведь процента больше. К примеру, как покупаю я. Пользуюсь Литишопсом. Тут все на самом деле как дважды два. По ссылке в описании переходим на сайт. Там, чтобы не париться, выбираем вход через Google. И вы сразу там. Еще нужно перейти в этот самый ящик Google, подтвердить свою почту, чтобы сервис уверился, что вы настоящий. И все, можно пользоваться. Выбирайте из большого списка магазинов тот, где собираетесь покупать. Там и кэшбэк разный. Например, GearBest дает больше кэшбэк, чем Алиэкспресс. Так что это тоже нужно учитывать. В общем, перешли в магазин с Литишопс и все. Покупайте. Только нужно покупать в одну браузерную сессию, чтобы все было зачислено. И у вас не должно стоять блокираторов рекламы. Иначе куки не сработает. Магазин не увидит, что вы купили через кэшбэк сервис. Вот и все по сути. Новичкам, кстати, дают премиум аккаунт на 7 дней. Так что если вы собрали что-то покупать и хотите вернуть денежек побольше, то можно зарегистрироваться и вперед за покупками. В общем, я использую. И уже немало вернул по сути. Много покупал. Так что все работает. Деньги выводил на карту неоднократно. Так, с этим разобрались. Теперь, где опасность? Самый опасный момент в наших гребаных таможнях. Вот посмотрите, как приблизительно это происходит. Скидывал вниз одну. Раз, под мешок. Оно лежит там, под мешком. Ну, это он на ленту. Сейчас он мешком прикроет. Ну, да. Загородил от камеры. И засунул в карман. Я обращаюсь кукой почте и почте России. Там, где видно и Мэй, и серийный номер. Если вы отследили по ссылку, что она в стране назначения, а дальше глухо, то ее просто украли. Подавайте заявление в полицию и пусть стрясут мудаков, что там воруют. Приложите и Мэй, и серийный номер. То, где заказывали, когда, на какую сумму. И историю передвижения посылки. Если так будут делать все, то они все-таки будут обязаны что-то предпринять. Конечно, это не обязательно, ведь вам магазин возместит утерю. Но насолить проворовавшимся работникам почты нужно. Если таких обращений будут сотни или тысячи, они обязаны будут что-то предпринять. Конечно, все это будет актуально, если это случилось на территории вашей страны. Например, как здесь. Посылка прибыла в страну назначения, а дальше ишена. Пусть мудакам сложно будет продать краденый телефон. По идее, по обращению правоохранительных органов, операторы мобильной связи в теории могут отследить краденый смартфон. Выводы делайте сами. Шанс маленький, но он все-таки есть. Еще один момент. В Украине есть ограничение в 150 евро. Все, что выше, будет облагаться пошлиной. А может и не будет, если пропустят и так. Всякое бывает, но все равно, даже с пошлиной, как показывает практика, будет дешевле, чем купить по месту. Так что, в принципе, это не очень страшно. Если вы решили не заказывать с Китая, чтобы не ждать, переплатив, можно покупать на Авито или Олэикс. Но запомните золотое правило. Никакой предоплаты. Никакой предлог или аргумент не должен заставить вас перевести даже малую часть денег. Потому что мошенников, кажется, иногда даже больше, чем нормальных продавцов. Если вы видите, что аккаунт создан давно, например, в 2013 году, и думаете, что площадка уже бы забанила, если бы это был нечестный продавец, то вы глубоко ошибаетесь. Эти аккаунты, как и карты, банковские карты имеются в виду, легко покупаются в интернете. А продают их тоже нехорошие люди. Ведь покупают их в основном мошенники, чтобы одурачить вас. В общем, не ведитесь на низкие цены. Цена не может быть ниже, чем в Китае. Так что не вздумайте делать предоплаты. В Авито, как и в Олэикс, есть функция доставки. По принципу подобному с китайскими магазинами. Вы оплачиваете с карты, но деньги продавец не получает до тех пор, пока вы не получите товар на почте. А если вас что-то не устроило, то деньги падают вам обратно на карту. А продавец не теряет на доставке туда-сюда. Если все окей, вы забрали товар, продавцу упадет денежка на карту. Так что еще раз, не кормите мошенников, никаких предоплат. Или наложенный платеж, или доставка с Олэикс, или Авито. Точка. Итак, подытожим. Как свести риски к минимуму при покупке. Первое. Заказывая в Китае, если это Алиэкспресс, посмотрите, сколько времени дается у вас на защиту покупателя. Если товар не пришел за 5 дней до окончания защиты, открывайте спор. Там все легко и интуитивно понятно. Укажите причины и так далее. После спора деньги вернутся на протяжении от 3 до 14 дней в среднем. Второе. Если покупаете в других магазинах, покупайте через PayPal. Сначала создав аккаунт. Как это делать, инструкций много. Купив через него, вы тоже будете иметь защиту покупки. В случае утери, вы вернете деньги обратно на карту. Третье. Обращайте внимание на изменение веса посылки. На почте взвешивайте посылку. А если обнаружите повреждения, скотч и так далее, вскрывайте при начальнике отделения или его заместителе. При этом не подписывайте никакие документы о получении или извещении. Тоже и с курьером. Если вам принес посылку курьер, внимательно осмотрите ее сначала, в то же время ничего не подписывая. Убедитесь, что все нормально, только тогда забирайте. Если нет, отказывайтесь и идите в отделение и пусть там вскрывают при вас. Как и в предыдущем случае. Даже если с посылкой все нормально, обязательно делайте распаковку на видео. Лучше сразу на почте, чтобы в случае чего для спора были более веские аргументы. Но и дома в принципе тоже сойдет. При условии, конечно, что на посылке нет видимых повреждений. Шестое. При покупке используйте кэшбэк, чтобы было еще дешевле, если покупка стоящая или вы намерены покупать в дальнейшем. Если вы покупаете чехол на телефон за 1 доллар и больше не планируете, то и париться вам не стоит вообще. Седьмое. Если покупаете смартфон, просите у продавца фото задней части коробки, чтобы там видно было имей и серийник оплаченного вами смартфона. И в случае кражи, если она произошла на территорию вашей страны, пишите заявление в полицию. Шанс, конечно, маленький, но все же пусть их там немного погоняют. Восьмое. Покупая гаджеты в вашей стране, на OLX или Авито или других подобных сервисах, никогда не делайте предоплаты. Даже частичные. Девятое. Не покупайте товары в мутных магазинах, будто китайские или наши сайты-однодневки. В конце концов, сходите на сайт 4PDA, спросите о том или ином магазине там, если не слышали о таком ранее. Или просто загуглите. Ну и десятое. Если вы готовы переплачивать кругленькую сумму и вам нужна полноценная гарантия, или вы не хотите ждать, берите в магазине. Хотя скажу от себя, купив например Xiaomi Redmi 5 Plus в Китае с отличными характеристиками, то за эту же сумму вы купите в магазине какой-то Samsung или Huawei, железо которого устарело еще 3 года назад. И который будет уступать буквально во всем. Так что тут все зависит от вашего бюджета и потребностей. Ну и конечно, желаю вам удачных покупок и не попадать в неприятные ситуации. Пишите в комментариях о своем опыте покупок в зарубежных магазинах. Если вам было полезно данное видео, то не пожалейте лайк и поделитесь данным видео с другом. Ну и подписывайтесь на канал. Тут у нас обзоры и сравнения годных гаджетов. И всем пока, друзья!